Ребятушки, всем доброе утро! Всех вас целую, люблю, до луны и обратно. В общем, делаю уборку в сарае, нашла эту гирлянду елочную. Тимур увидел, о, давай в беседку повесим. Я говорю, ну давай. А вчера мы еще одну гирлянду достали, этот. Вон она наверху стоит. Она как не гирлянда, включаешь и там какие-то эти звездочки. Тудым-сюдым. И она весь двор освещает. Ну и вчера мы включили. А ну включи, работает. Надо ее как-то закрепить, а то ветер подует, а ну все это... Она хоть работает вообще, чтобы мы ее повесили? Нет? И что, мы зря это все сейчас сделали? А что с ней? Вроде бы должна быть целая. Да ладно. А, папа что-то выключал, может быть розетка не работает. Проверь розетку. Папа что-то здесь этот щиток вот этот выключал, может быть розетки не работают. Возможно, может все розетки не работают, потому что что-то он в щитке делал. Вон, видишь какая-то. А ну попробуй нажать я. А ну включи еще раз. Может тут выключено. Короче, снимай. Не будет нам в вечерней дискотеке. Снимай, выкидывай ее. Чего она будет валяться, если она не работает? Где-то в доме еще много таких есть. Штуки три точно есть. Сейчас попробую найду, если повесим тогда другую. Иди вообще ее в кухне проверь. Может быть с розетками тут проблема. В общем, девчата навела тут порядок. Ну, порядок как? В сарай. Складываем все, что когда-то пригодится. Когда-то потом. Все, что не нужно в доме. И все, что выносим, складывается вот сюда, на середину. Потом сюда не зайдешь. Вот вроде бы сейчас все, вся середина была заполнена. Ну, в общем, все разложила куда-то, чего-то, по каким-то местам. Разложила, раскидала. И главное, что хоть середину освободила. Здесь такое. Тазики большие, когда никогда нужны. Колеса Эдика. И, в общем, коллекция швабр. Помните, я вам говорила, хотела показать вам коллекцию швабр. Бесполезных. Ну, вот это вот одна, вот эта ходовая у нас тоже. Со светофора. Вот эту, что я вам показывала, тоже ходовая. В общем, вот эта швабра самоотжимающаяся. Никак, она не отжимает с нее. Вот ты нажимаешь на этот механизм. Вода течет с нее. Она очень плохо отжимает. Поэтому не подходит. Вот. Вот та швабра самоотжимающаяся. Она что-то у меня засохла. Здесь эти, как его, валики надо менять. Как менять, надо, в общем, вникнуть в это. А так вот, ну, как бы она хорошая. Она вот прям волосы, если у кто-то животных держит, вот эту всякую шерсть собирает. В общем, на ней надо будет валик поменять. Вот это вообще бесполезное устройство. Это вот это, в которое набирается вода. Потом она как бы брызгается. Брызгать, в общем, получается, ты просто вот этой тряпкой мусолишь грязь. Вот. Бесполезная. Потом вот эта вот самоотжимающаяся. Ну, не сказать, что прям вообще пользоваться нельзя. Ну, такое себе тоже удовольствие. Там надо попасть в паз. Вот. Пока ты попадешь в этот паз, уже легче тогда вообще взять старое полотенце, обычную деревянную швабру и помыть полы. Отжимает хорошо, все моет хорошо. Ну, в общем, такое себе тоже удовольствие, что играться надо с ней очень долго. И, в общем, вот это вот три бесполезных швабры. Ну, вот этот скребок, это полезная вещь. Это для окон, когда окна помыл. Вот, чтобы капли не оставались, не засыхали. Вот это я тоже пользуюсь. Вот это тоже бесполезная штука со светофора. Рулонная типа шторка. Ну, вот только если куда-то на сарай она может пойти. Вот сюда, допустим, куда-то там завесить. Ну, нам это не надо, чтобы сюда завесить. Ну, в общем, куда-нибудь, может быть, когда-нибудь при конструкте. Ну, в общем, все. Глаза боятся. Что-то мне казалось, что я сейчас в этом сарае как зависну, как застряну. Ну, быстренько все вот так вот разложила. Середину освободила. Вроде бы все видно, где что находится. Так, а у нас завтрак. Ну, завтрак у нас кукурузка. Кукурузка со сливочным маслом. И то, не все. Это кто? Только ты и Алина будете завтракать. Эдик еще не хочет. Для меня это тоже еще рано. Камила еще спит. Да? Ну, давай, проступай. Так, мы вчера начали уже зашивать стены. Привет. Привет, Эдик. И выйди-ка, что-то там не хватает железяк каких-то. Сейчас тут недалеко. Соседняя аул поедет, купит. Село. Село, аул, деревня. А ты тенечек создает здесь. Прям такой тенечек-тенечек. Жаня, а ты что? У тебя как дела? Все нормально? Все отлично? Все хорошо? Вытащили сейчас стекло у него. Я тут сижу, Эдик. Тут сидит. Что-то он там жует. Мы думали, косточку. Эдик, а ну дай сюда. Что у тебя там? А он лежит, стекло жует. Вот кусочек стекла вытащили, выкинули. Может, ему что-то не хватает? Витамин каких-то? А в каких стекле витамины? В общем, сегодня заканчиваем обшивку. И начнет Эдик вот это заканчивать с этими плитками самодельными. Да, уже хоть под жарой-то. Да. Да, уже, чтобы плитки эти лепить, уже нам не страшно будет погода, не дождь, ничего. Вот это дерево тоже надо будет отпилить, вот эти все ветки, чтобы они сюда не попадали. Эдик, поедешь, трубу посмотри, может быть, дымоход найдешь. Там продают, может быть, или спроси у них. Так, ребятушки, мою, мою везде, где бетон есть, освежить, сполоснуть. Вот, видите, ветер, когда ветер, все понаметает сюда, мусора всякого, пыли. Вот я люблю вот это дело, поливать. Я бы вот каждое утро вот это делала бы. Ой, так свежо, хорошо. 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 Коврик вот этот стелим перед кухней. Ну, перед ним развиваемся, на него становимся и в кухню заходим. Тоже освежить. И беседку сейчас еще промою. Вот сели, позавтракали, а мухи не дремлют. Мы для них как мишень. Все, мухотва тут же сразу в беседку поналетела. И вот это ты там тряпкой со стола вытришь, это сейчас не поможет. Пока вот ты вот так со шланги не промоешь и стол, и беседку саму не польешь, только тогда мухи уйдут. Вот эти ленты, я туда всякие вот эти липучки вешать не хочу. У меня вообще вот эти вот ленты вызывают такой рефлекс неприятный. Вот все, да, ноу-хау всякие, все придумывают. Ну, вот придумали бы эти ленты тоже как-нибудь бы вот, чтобы это все как-то эстетически закрывалось, чтобы этих трупиков не было видно. Так, все, тут все чистенько. И ступеньки помыла, и тут все промыла. Все, сейчас беседку полью. И все на этом. Так, а я Тимуру там придумала работенку одну. Нет, Тимур, нет, Тимур. Только вздутая, папа сказал. Выключи пока. В общем, я достала вот эту полку. Она этот, железная, но она старая. Ей тысячу лет в обед. Может быть, помните с советских времен вот эти полки. И, видишь, в нее краскопуль там дунет, она мне нужна будет куда-нибудь поставить. Папа сказал, вот это все не зачищай. Вот, видите, ты все зачистил. Это лишняя работа. Именно где вздулась краска. Вот, вот эти вздутики все поубирай. А так все не надо зачищать. Ты что, сколько дней у тебя уйдет? В вздутики, где краска вздулась, их почистим. Все, папа краскопультом дунет. И будет нормальная полка. Она так-то целая. Ну, вот видите, от миллионов слоев краски она выглядит непрезентабельно. Что, давай. Эту вверх не надо уже. А, докончишь? Ну, Вера, докончи. А те там только, где краска вздулась. Так, Тимур будет пиццу готовить. Да? Достал с морозилки колбаса. Но у нас свареная. Свареная, да, будем делать? Мам, свареная колбаса и пиццу не делают. Какая разница? Пицца это такое, все, что дома найдешь, то и можно делать. Вот, колбаса оттает. Раскрывайте тогда тесто, чтобы оно быстрее оттаяло. Так, еще вот этот столб будем восстанавливать. Он тоже крепкий, железный. Вот так не делай, вот так. Максимально вот, понял? Потому что ты ее вот видишь, ты уже тер. А она, смотри, как бы, а это потом сюда делать. Саморез прикреплен. Махер какой-то, все, сразу доделанный. Субтитры сделал DimaTorzok Все, Эдик начал стол красить. Сейчас верх покрасил, подсохнет. Потом уже бока полностью его зачистили. Ну вот, где краска была такая, не крепко уже держалась. Вот, а там за столом, девчата, стоит, тоже почистили. Дровник, куда дрова будем складывать. Эдик тоже с краскопульта красанет. Вот, как быстро. Это ни разводов, ничего. Просто вот ровно краска ложится идеально. Так, вот Эдик и полку красит. Пока с изнаночной стороны. Тоже подсохнет. Перевернем и уже с лицевой. Вот, пять минут делов. А так, кисточкой сколько времени ушло бы. И плюс еще разводы были бы. Так, а Тимур готовит пиццу. Время уже не то, что обед, уже после обеда. В общем, все нарезал, все натер. Сейчас будет раскатывать тесто. Тесто у нас обычное, магазинное, слоеное. Мы же, Тимур, не итальянцы. Итальянцы, говорят, скалкой тесто не раскатывают. А что они делают? Вот так вот. Ой, долго это. Мы же не итальянцы. У нас тесто прям чересчур сильно растаяло. И невозможно было снять этот пласт. И, в общем, пришлось его в комок скрутить. Потому что Тимур поторопился, вынес его на солнце. Ну, а это тесто дрожжевое, да, Тимур? По-моему, дрожжевое. Поэтому оно себя так повело. В общем, все-то сегодня делаем. Сегодня жарко, но мы себе сегодня не позволяем заходить в дом, отлежаться от жары. Потому что сегодня день, когда мы дома целый день. То есть мы никуда не едем. И поэтому по максимуму надо что-то делать по дому. Кисточку дать. Ты по-итальянски, да? А еще что ты сказала? А, у итальянцев нет ровной формы. А, у итальянцев нет ровной формы. В общем, у нас в пицце не хватает огурцов и майонеза, да? Майонез у нас есть. А, ну и правильно. Майонез вредно. Сразу про полосках. снимаю привет пицца у нас будет обед перетекающий в ужин эдик борщ доедает борщ когда мы позавчера варили по моему до позавчера кимура хобби любит он готовить что нибудь он меня подбивал давай что-то сегодня на мангале приготовим давай что-то приготовим а честно что так часто чистить и не хочется этой тяжелой еды ну я бы хотела конечно приготовить там че-нибудь че тимур ну че-то жидкое там шурупу че-нибудь такое там вот ну жарко в такую жару куда эту шурупу есть все первая пицца готова у нас две их будет красота убираю в духовку горит так все пицца у нас готова вынесли сюда в беседку эту поставил уже у нас две пиццы будет это будет наш сегодняшний ужин вот так всё как так ну так так а так 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 Продолжение следует...